Здравствуйте! На нашем канале вы уже видели обзор чугунной печи камина Гуча Вава от сербского производителя. Ну а сегодня нас ждет полноценный обзор монтажа вместе с дымоходом и постройкой специального кирпичного ограждения вокруг печи камина. Поехали! Дом, в котором устанавливаем печь, находится в красивейшем хвойном лесу в 40 километрах на север от Новосибирска. Пока хозяина нет на месте, хозяйничаем сами. Подготавливаем дымоход к монтажу. Основа дымохода – сэндвич трубы от ОМК. Хорошо работать, когда неограниченное пространство. Можно все расставить, раскидать, как тебе удобно. Потолочно-проходной узел и декоративная накладка – тоже ОМК. Печь-камин будет расположена почти в середине гостиной на первом этаже и станет она основой интерьера. Для безопасности по бокам и сзади печь будет закрыта кирпичным экраном. Гуча Лава уже знакома зрителям канала Форнакс Филм, но все же заглянем внутрь. И нам виден массивный чугунный пламяотбойник с дополнительными ребрами жесткости, а также выход дымохода со встроенным шибером. Для удобства монтажа в потолочной разделке и декоративной накладке заранее по периметру породелаем отверстия. Чуть позже эти элементы будут окрашены в цвет стартовой трубы, чтобы не выбиваться из общей композиции. Потолочная разделка требует дополнительной защиты. Для этого из листа ненелита вырезаются пластины в размер. Места соприкосновения металла с деревянным потолком дополнительно защищаются двумя слоями базальтового цвета. Картона. Безопасности много не бывает. В наших магазинах появилась потолочная разделка с коробом, защищенным мини-витом. С ней монтаж станет проще. Можно было купить готовую, да? Был бы приятней. В качестве основания для печи камина выбрали плиту ЦСП. Две заготовки будут наложены друг на друга, причем верхняя плита будет также окрашена в цвет камина. Этот лист у нас заготовка на пол падет, да? Да, вот. Пришла пора примерить стартовые элементы и подогнать их по размеру. Дымоход будет смонтирован по конденсату, поэтому при монтаже применили маленькую хитрость. Первым элементом будет установлен доработанный переходник. Верхний модуль стальной трубы тоже немного укоротим. На качестве монтажа, на внешнем виде и, естественно, на безопасности это никак не отразится. Приступим к покраске. Будем использовать кремнииогоническую жаростойкую эмаль. Она продается в баллонах и в банках, но нам в данном случае удобнее пользоваться баллоном. Кровля еще не заполнена утеплителем, поэтому просто связаем мембрану, отмечаем центр выхода дымохода и проделываем отверстие металлочерепицы. Чуть пониже опустился. С помощью отвеса, уже на первом этаже, отмечаем центр оси дымохода и позиционируем основание для печи камина. Закрепляем листы основания к полу и устанавливаем печь. Печь выставлена. Правильно, приступаем к монтажу дымохода. Первым скрытым элементом будет переходник, позволяющий установить трубу по конденсату. Уже на начальном этапе нужно установить потолочно-проходной узел. Так будет удобнее. Все соединения труб дополнительно промазываются жаростойким герметиком. На монотрубу через старт-сэндвич устанавливаем утепленную трубу. Нижний край трубы также окрасили в черный цвет. Внутри потолочной разделки ни в коем случае не должно находиться соединение труб. Именно поэтому короткую монотрубу пришлось немного укоротить. Устанавливаем потолочную разделку и временно закрепляем ее к элементам потолка. Далее ее можно будет приспустить и смонтировать потолок. Продолжаем работу на втором этаже. Набиваем потолочную разделку минеральной ватой. Состыковываем между собой сэндвич трубы, не забывая стыки внутренних труб промазывать герметиком. Места соединения труб скрепляем. Устанавливаем и затягиваем хомуты. Потолочную разделку закрываем сверху декоративной накладкой и фиксируем ее манжетой. Применяя некоторую хитрость, собираем дымоход, составленный из сэндвич труб УМК. Проверяем дымоход. На отклонение от вертикальной оси. Последние штрихи и лезем на крышу, для того, чтобы установить мастер флэш и зонтик. В самой кровли, также с помощью минерита, сооружаем защитный короб, который потом будет заполнен каменной ватой и закрыт декоративной накладкой. Дымоход смонтирован. И пришла пора выкладывать ограждение из кирпича. Работу каменщика вы уже видели в одном из наших роликов, поэтому без подробностей. Многое изменилось за неделю. Отсутствие нашей бригады. На втором этаже появился пол. Уже практически полностью установлен дымоход. Осталось только установить декоративную накладку на короб. Вот такая штука сделана на заказ. Специально. По специальному проекту Антона. Закрывать она будет выход дымохода в кровлю со стороны комнаты. Так как комната живая, хочется сделать все красиво и блестяще. Мы сейчас увидим, как будет выглядеть это изделие, изготовленное на заказ специально. И установим его буквально с минуты на минуту. Края вагонки защитим базальтовым картоном, а в короб добавим минеральной ваты. Вот это просто надо будет срезать. Внутренний, вот тот, который торчит. Вверх, и нахрен. Все, последние штрихи. Убираем все ненужное. И дымоход смонтирован. Пришла пора познакомиться с владельцем этого загородного дома. Это Сергей. Знакомьтесь, зрители канала Форнаксфилм. День добрый. Сергей, ну расскажите, что вас подвигло к покупке такого камина чудесного, как гуча лава? Ну, выбирал соображений практичности по сравнению со... Печка чугунная, по сравнению со стальной, это более долговечная, можно сказать, неубиваемая печка. Вот в бане у меня стоит чугунная печь. Полностью доволен там уже третий год. И, видимо, износа нету по сравнению с остальными, которые уже через год видно, что она начинает ее вести. Поработала, что она поработала. Вот. И плюс эта печка... Это у нас несложно голубенький горшочек возле кроватки. Да, 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 да. Это хорошо. Это вырежем. Выбирал печку, во-первых, из целей практичности, выбрал чугунную, по сравнению с остальной, более долговечная. И не будет видно следов эксплуатации. Через 5-10 лет, я думаю, она будет выглядеть как новая. Чугуняка такой. Цена здесь была на втором плане уже? Да, цена была на втором. Второй критерий был, чтобы была печь длительного горения. То есть можно было закрыть, прикрыть заслоночку, забить ее дровами. Она там, ну там, 3-4-5 часов, ну 5, наверное, загнул, часа 3-4 будет тлеть и отдавать тепло. Ну и чугун, естественно, по сравнению с остальным дольше будет держать тепло из-за толщины стенок. Дополнительно обложили кирпичиком. И эстетически красиво, и кирпичик тепло будет отдавать тоже еще часик-другой. И плюс по сравнению с кирпичной, почему не выбрал кирпичную печь? Эту печку затопил, и буквально через 10 минут она уже отдает тепло. И, ну, такое помещение, в данном случае, квадратов кубов 160, где-то помещение на 2 этажа. Ну, оно тут за пару часов интенсивной топки должно протопить. Я так понимаю, дом не будет, как зимний, использоваться, ну, полноценный. Только, наверное, на выходных будете приезжать, да? Будем на выходные, да, приезжать. Для зимы, для мороза еще поставлю пару электрических обогревателей, слабеньких. То есть, печка основная, затопил, протопил, и обогреватель включил, и тепло поддерживает. Ну, я думаю, что выбор, на самом деле, удачный. Дом хорошо утеплен, и как раз вот для современных условий, когда вот важна очень мобильность, скорость, эта чугунная печь как раз идеально подходит, потому что быстро затопили, быстро прогрева помещение, да, при необходимости перевели в режим длительного горения, какое-то время она поработала, поддерживать тепло, но так как дом очень хорошо теплоизолирован, я думаю, что здесь, в принципе, до утра температура не будет падать, ну, а если будут сильные морозы, то действительно электрические конвекторы, они помогут сохранить это тепло без лишнего, вот, без лишней протопки печей. В принципе, вот так вот по градусам, получается, первую ночь мы топили, а, мы ее топили, краска из-за обманала, труба, ну, на улице было градусов, наверное, 10-15, вот, все окна открыли, на первом, на втором этаже, тут кумар такой, на втором этаже, кумар, ну, как бы, помаленьку топили, топили, сразу не стали ее перегревать, и, ну, часов 8, наверное, вечер затопили, часов до 12, топили, все вроде, кумар прошел, окна закрыли, печка догорала, мы где-то по первой ночи закрыли, печку уже там уголечки догорали, окна закрыли, спать легли, на улице было около нуля, и, а, и на втором этаже, в потолке была дырка, можно сказать, там, около трубы, не было еще утеплено, да, как бы вся утеплена, но была, наскорная дыра туда все тепло уходило, и, в 7 утра просыпаемся, колотун, в доме, плюс 18, ну, я это, дрова были готовы, подкинул, буквально 10 минут, в доме плюс 24, но, опять, это, погасло, через дырку все ушло, потом утеплили, все нормально, чуть подтопили, уже под 30, как бы, но морозов еще не было, осенью будем знать, как это, вот там была последняя ночь, когда ночью было 0 градусов, после этого, ночью были теплые, так это вы, получается, своей печкой натопили, сейчас плюс 30, новосибирские, ну, что ж, поздравляю с выбором, спасибо большое, что разрешили поприсутствовать на монтаже, у вас шикарный дом, шикарный вид из окна, живая удача, спасибо, что выбрали Фарнакс, спасибо, спасибо,